Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый игровой видеоролик. Всем, друзья, спасибо, сразу хотелось бы сказать, за вашу активность, за то, что вы под последним видеороликом, который вышел формально вчера, да, то есть, как бы я уже наперёд, ну, записан, ну, понятное дело, короче говоря, Вы проявили прям, ну, нереальнейшую крутую активность, и я, безусловно, этому очень сильно рад, спасибо вам за лайки, спасибо вам за то, что вы в комментариях написали уйма просто большое количество всяких своих интересных вооружений, на одном вообще собралось около 15 лайков, и, ну, я, если бы не записал бы, наверное, прямо сейчас видеоролик по данному интересному вооружению, то я бы, наверное, поступил бы очень подло с какой-то стороны, и сегодня мы берём данное интересное сочетание, это сочетание называется Хорнета, Страйкер, Страйкер, безусловно, с Ураном, это то самое вооружение, которое на протяжении где-то месяца так 2-3 назад я очень сильно любил, прям максимально, когда оно было в балансе, я постоянно играл на этом замечательном Страйкере, мне приносило это уйма просто большое количество эмоций, позитивного настроения, и сегодня мы посмотрим, на что способен данный интересный Страйкер прямо сейчас, понятное дело, что в какой-то степени он находится в балансе, но не в лучшем своём состоянии, из-за того, что Уран занерфили, и Страйкер, ну, как-то ушёл на задний фон, можно так сказать, его не так сильно сейчас используют в матчмейкинге, и мы проверим, нагибает ли он вообще, можно ли на нём будет набрать сейчас большое количество очков, выиграть бой и при этом заработать первое место или нет. Я надеюсь, что сыграв одну каточку в захвате флага, одну каточку в контроле точек, потому что эти два определённо лучшие формата для показа данного вообще вооружения, и посмотрим вообще, что у нас здесь получится. Начинаем с одной интереснейшей карты, которая, к слову, вчера тоже была, с крит ошибками, меня закидывает 4 минуты, остаётся до конца, ну и посмотрим, что здесь вообще получится, 3-0, уже летим. Молотов, карта очень хорошая, которая подходит для Страйкера, но в какой-то степени, наверное, будет немножко мне непривычно прямо сейчас, но я думаю, что на протяжении данного видеоролика я уже разыграюсь на Страйкере, всё же я на Страйкере, чтобы вам не сорвать, не играл где-то около месяца. И сейчас я, наверное, в первое время буду показывать не совсем грамотную игру, но я думаю, что сейчас раскачаемся, тут уже, понятное дело, катка заканчивается, я просто залетел, а тут, как вы видите, катка просто в одну калитку, в одни ворота, она тут быстро заканчивается, и мы пикаем в новую, ну и надеемся, что сейчас будем быстро раскрывать своё вооружение. Бывают даже такие вот моментики, когда закидывают, ну, достаточно глупые уже бои, которые, по сути, подходят к концу, игроки там выходят, а тебя подкидывают, и, по сути, смысла вообще никакого нету в подкидывании в данную карту. Кидает нас на Брест, начинается он с нуля, это очень хорошо, но Брест, наверное, это не самая лучшая карта для данного интересного вооружения, но постараемся сделать максимум, постараемся реализовать данное вооружение, если бы я вообще в страйкер попал бы, это было бы, наверное, вообще бомбочка, но, к сожалению, я данный выстрел промазал. Для страйкера с ураном настолько большие карты не являются, наверное, приоритетными, не являются удобными, но сыграть можно, безусловно, мы не будем перепикивать бои, как я уже говорил, неоднократно, то, что, когда мы записываем видеоролики, я стараюсь не перепикивать бои, дабы вы могли видеть полную картину матчмейкингов, какие карты, бывает, закидывает, и с какими трудностями мне приходится сталкиваться. Безусловно, интереснее смотреть не только катки, где я люто-жёстко нагибаю, но и те катки, где не всё так гладко складывается. Ну, как по мне, это, наверное, более актуальная вещь. Ну и, безусловно, друзья, я забыл сказать одну важную очень вещь по поводу того, что, если вы любите какие-то определённые вооружения, как сегодня большое количество игроков написало Хантера Страйкера, также пишите по этому поводу в комментариях, залайкивайте пост или коммент тот, который вам также нравится, можете дополнительно ещё написать этот же самый комментарий только ещё раз, дабы я видел, что не только лайкаете, но и предлагаете так же самый вариант, и я буду по возможности также записывать на данных вооружениях видеоролики. Ну, а мы уже 1-0 ведём, не всё так плохо складывается, потихоньку я уже привыкаю здесь к Страйкеру, выстрела начинаю попадать, это не может не радовать, и я думаю, что если сейчас бы наша команда поставила бы ещё один мячик, ой, вернее, флаг, мячик я говорю, то было бы вообще просто великолепно, а я бы сделал бы ещё один увоз. Ну, тут, конечно, с прострелами не всё так просто, не всегда получается на верх-низе давать такие хорошие плюшечки, иногда раскачки не хватает в какой-то определённой кондиции, ну и приходится, приходится как-то более жёстко раскручивать свой корпус, но и бывают, встречаются такие вот промахи, и может быть, их можно было бы избежать, если бы я находился в более удобной позиции. Но сейчас уже 2-0, я мог попытаться поставить третий флаг, если бы не столкнулся с хоре, с макой, которая поражала овердрайв. К слову, также страйкер можно с ураном отлично использовать, если ты читаешь траекторию полёта своего снаряда, и бывают такие моментики, когда на довольно большой дистанции можно попасть в такой красивый страйкер, и знаете, как вот уж в какой-то момент ты понимаешь, что этот выстрел мог бы вообще никак не пройти, но когда он проходит, у тебя такая прям жёсткая плюс мораль сразу же появляется, когда ты ещё на хорьке прожимаешь овердрайв с ураном, когда ты игнорируешь вражеские резисты и вражескую броню, когда у тебя любой лёгкий танк становится ваншотом, это просто прелесть. И за это я определённо любил страйкера. Да, сейчас, возможно-таки, зря я его вообще не использую, потому что, может быть, немножко поднадоел, может быть. Может быть, я склоняюсь теперь к каким-то более простым вооружениям, как вы знаете, большое количество времени в матчмейкинге я провожу на хор на Тажиге, потому что довольно просто, там ничего не надо делать, по сути, там лёгкие ноги получаются, на страйкере всё-таки надо больше потеть, даже как и на каком-нибудь там магнуме, и поэтому такие вооружения сейчас уходят в какое-то другое измерение, и мы его вообще, по сути, не используем. Но потенциал у данного вооружения всё равно, как по мне, остаётся, и на нём можно нормально катать, нагибать и ни в чём себе не отказывать. Как вы видите, сейчас я также комфортно занимаю первое место, да, не с таким большим отрывом, потому что, наверное, карта, ну, не самая приятная, не самая удобная для использования данного нагибаторского страйкера, но 260 опыта за полкатки, при том раскладе, то, что мы ведём уже 3-0, я считаю, что это довольно-таки неплохие показатели, при том, что мне хватает данного количества опыта, дабы быть первым местом в данной замечательной катке, по сути, наверное, всё даже более чем прекрасно складывается у нас, было бы неплохо, если бы я ещё бы сейчас попытался увести хотя бы один флажочек, и самое главное, о чём я ещё до сих пор не сказал, это то, что страйкер имеет сейчас в игре, наверное, самый большой сплэш-урон, только, наверное, сплэш-урон будет больше у Гауса, который сводку делает, да, то есть там сплэш-урон будет чуть побольше, а так на простые выстрелы, то есть если Гаус будет просто стрелять, Гром будет стрелять, будет, что у нас ещё сплэшевый, Магнум стрелять, у всех этих пушек сплэш-урон будет меньше, чем у данного интересного замечательного страйкера, поэтому берите на заметку, если вы играете на каких-то небольших картах, где очень много стеночек, то при том раскладе то, что от страйкера сейчас ещё и резистов мало, вы спокойнейшим образом можете использовать его, и наносить довольно большое количество демеджа от каких-нибудь стеночек, домиков, и за счёт этого наносить довольно большое количество урона. Ну а я, тем временем, заезжая на вражеские респы, я вот думаю, что может быть стоит сейчас поконтролить данную интересную позицию, при том раскладе то, что я сейчас поражал здесь уже овердрайв, и можно чуть побольше ещё покидать. Харьки респуются, как вы видите, все эти харьки являются ваншотными, и это, конечно, не может не радовать. Давайте сейчас ещё вот этого если заберу, отлично, шикарный выстрел получился, и может быть даже ещё одного, отлично. Вообще великолепно, где-то 5 выстрелов, 5 танков противника я здесь уничтожил. Что может быть лучше? Я считаю, что лучше только может быть, если я не буду респиться, а буду оставаться на вражеском респе, и продолжать наносить довольно большое количество здесь урона. Ну а у нас остаётся уже 25 секунд до конца, 20 киллов я набил, при том раскладе то, что у меня УПшка 2.7, это, я считаю, довольно-таки неплохой показатель. 10 секунд до конца, 3.0. Мы выигрываем катку, и то, что нам было нужно, мы реализовываем, мы реализовываем первое место, мы реализовываем победу в бою, и переходим к следующему формату, который я хотел вам сегодня показать. Это, конечно же, контроль точек. Данное интересное вооружение на харьке, ну, в контроле точек, если будет, ну вот не такая, конечно, карта, то оно реализуется максимально круто, максимально эффективно и красиво. Ну, стадион, наверное, я бы не хотел бы здесь увидеть, но уж раз матчмейкинг нам дал данную интересную карту, то придётся на ней сыграть. Всё же, и я думаю, что я не буду сейчас здесь контролировать определённые точки, я поеду на вражеские респы. Всё же, страйкер с ураном, это не самое удобное вооружение, чтобы стреляться с противником на большом расстоянии, а вот если я буду смещаться на ближнюю дистанцию, и здесь наносить максимально большое количество урона, и максимально грамотно реализовывать своё вооружение, то импакта будет значительно больше, и ещё и больше крит ошибок, конечно же, здесь у нас будет. Ну и быстро попытаемся вернуться и продолжить начатое дело, при том, моментики, то что я уже 2 или 3 кила там дал на респе, это очень хорошо, когда так получается, сейчас ещё будет овердрайв, и там можно будет вообще люто-жёстко накидывать урон, наша команда контролирует, да, контролирует точки, отлично, 10-0 уже ведём, я просто прогружался в катку, нажал на тапу, мне не показывало, за какую команду я играю, я даже немножко себя потерял, так, я вижу, что там против 2 магнума, давайте я лучше, наверное, поменяю сейчас резист, возьму вместо жиги от магнума, ну, а всё остальное я ставлю так, и попытаюсь вот сейчас просто дать этот выстрел, замечательный вывод, можете сами увидеть, как даже на таком большом расстоянии с ураном, с этим медленным полётом ракеты можно попасть на такое здоровенное, просто огромнейшее расстояние, если чётко контролировать полёт своей ракеты, то есть рассчитывать траекторию, такие выстрелы могут удаваться даже при движении куда-либо, и это, конечно, не может не радовать определённо, это очень круто, когда, например, со своей базой я простреливаю вражескую базу, попадаю в такой страйкер, и это довольно-таки круто, как по мне выглядит, но самое главное, наверное, сейчас выиграть данную замечательную каточку, я попытаюсь сейчас поиграть, наверное, здесь на каких-нибудь таких вот флангичах, отличный выстрел сейчас тоже попал на центр, у меня овердрайв уже есть, и самый большой вопрос, прожимать ли мне здесь овер, потому что аптечки уже нету, наверное, я не буду рисковать, потому что иначе на меня сразу жёстко заагрится, я думаю, что ничего хорошего из этого не получится, риса постоянно продолжает наносить здесь урон, и не есть это хорошо, безусловно, безусловно, не всё так круто, когда по тебе постоянно накидывают здесь урончик, но я там пару-тройку танчиков надамажил, по пять опыта мне с них прилетит, ну и катка довольно быстро ближится к своему завершению, уже 20 у нас очков имеется, я имею в виду точек захваченных, 30 надо, и скорее всего я думаю, что есть смысл сыграть ещё одну каточку в контроле точек, при том раскладе то, что у меня не такое большое количество опыта в данном бою имеется, какой-то нагибатор меня здесь даже и обогнал, но я думаю, что сейчас, если я ещё здесь покидаю урон на вражеском респе, пора уже прожимать овердрайв, безусловно, если я сейчас ещё вот здесь в дырочку попаду, нет, ну, как бы должен попадать, да, есть выстрел, отлично, попадание имеется, и вот тут можно добирать, добирать одного и добирать второго, было бы тоже неплохо, есть, отлично, шикарные выстрелы получаются, какая-то смока с заморозкой, это походу та и была смока с заморозкой, прилетает, и катка, ещё одна, заканчивается, не с первым, конечно, местом, но с победой, со вторым местом, с шестью звёздами, как нам это и нужно, как вы видите, у меня уже 950 звёзд, я наконец-таки заканчиваю свой челлендж, уже, я думаю, что в последующих видеороликах, в одном из них, я затрону тему вообще челленджей, выскажусь по ним чуть побольше, но это явно не сегодня, но сегодня нам надо выиграть ещё одну каточку, это у нас Александровск, ой, не Александровск, Йоркшир закидывает нас, извиняюсь, я вот постоянно бывает путаю Йоркшир с Александровском, не знаю, почему так, ну, как-то мне так привычнее больше Александровск, название для данной замечательной карты, не знаю, бывает у вас такое, друзья, можете написать вообще, ассоциируется у вас ли данная карта с другим названием, вот мне почему-то Йоркшир, ну, вообще никак не сидит, и не по кайфу, наверное, даже в какой-то степени называть данную карту Йоркширом, возможно, у вас имеется какое-то своё мнение на этот счёт, можете тоже по этому поводу написать в комментариях, ну, и данная катка, я смотрю, что более какая-то серьёзная, здесь уже противник накидывает урон, я смотрю, что есть ещё один Хорн, это Страйкер, только я так понимаю, что он играет без устройств, а, нет, у него устройство, я даже не знаю, что это за устройство, мне кажется, что это подрыв ракет, который, да, мне кажется, да, это подрыв ракет, или же нет, я не знаю, как оно называется, но не в этом суть, давайте попробуем сейчас залететь на пару-тройку точек, и нужно забирать, нужно забирать этот бой, я считаю, что здесь всё довольно-таки несложно, и выиграть его можно, здесь я просто не хотел подорваться, и хотел при этом ещё и точку забрать, очень такой курьёзный момент получился, но, вроде как, свою пользу я его сумел реализовать, 2-1 мы ведём, точки постоянно переходят из рук в руки, я думаю, что данная катка будет до самой последней минуты очень плотная, ну, а нам главное, я думаю, что наносить как можно больше урона, дабы цепляться за первое место, и пытаться вносить в данную победу как можно больше импакта, вот таких вот титанчиков разбирать, которые ещё и овердрайвы здесь прожимают, главное, что сейчас данный молодой человек ничего не прожимал, хорошо, что он ничего не прожал, что если бы, он бы, например, бы прожал, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же меня здесь перевертало, неправильно корпус боковиночку подставил, и рикошет со смокой здесь вкинули, неплохой урончик, и меня просто перевернуло от силы удара большой, ну, немножко неправильно сыграл, поторопился, ну и надеюсь, что сейчас надо исправляться, надо определённо реализовывать, например, вот эту игру против страйкера, интересно, наверное, выглядит со стороны, когда ты стреляешься с страйкером у которого полет ракеты намного быстрее чем у тебя и в данном моменте он меня переиграл но все же я думаю что данная дуэль еще не окончена у нас еще три с половиной минуты в этом бою имеется и я думаю что я еще ему покажу как можно реализовать отлично уранчик а вот с его реализации мне кажется что у него будут проблемы овердрайв забрали ой-ой-ой засмотрелся я засмотрелся на овердрайв еще раз падаю в минус ужин 120 опыта у меня всего лишь при том раскладе то что у нас еще остается только три минуты я вам скажу что дело попахивает жареным в плане даже не победы в плане моего количества опыта меня что-то как-то не реализую сейчас свой страйкерочек и меня это конечно не может не радовать вернее как он может меня радовать блин я не могу набрать большое количество опыт это же вообще позор надо 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 подниматься уже на третью строчку поднимаемся едем на точечку б сейчас есть ее заберу тоже получил довольно неплохое количество ой-ой-ой-ой-ой-ой как же плохо было такой выстрел мог попасть так много урона бы сейчас прилетела по тому хоре страйкеру забрал бы его а дальше бы продолжил бы накидывать еще урона у него оказался в этом эпизоде еще овердрайв там хоть и купол поставили но я все равно ушел на респ но сейчас то рикошета обязательно надо уносить надо уносить с собой его и более нащу ну блин очень тяжело на хоре страйкере когда теток колбасит прям жестко но все равно переигрываю хорошо 300 опыта у нашего первого игрока у меня всего лишь так главное минус не упасть мне всего лишь 185 играем на точке играем на точке даже если у меня не особо получается набирать здесь опыт давайте я хотя бы принесу пользу команде выиграю данный бой и не буду потом говорить что я не помог команде пытался набивать опыт и мы из-за этого еще и проиграли боёчек лучше давайте я поиграю тогда уж на команду если у меня уж не идет такое большое количество урона по противнику блин здесь сейчас конечно этот овердрайв подсейвит на какое-то время противника но у нас хороший хорнета шафт на тройной выстрел 400 опыта он уже набил молодец безусловно это круто когда такие игроки имеются у тебя в команде которые тянут команду вверх они на дно то зачастую бывает конечно матчмейкинге такие игроки которые не вверх тянут а именно вниз команду но данный молодой человек показывает себя с лучшей стороны и это конечно же не может не радовать и я даже согласен на то что я заберу в этой катке не первое место но мы ее определенно выиграли 260 опыта 9 4 ведем остается минута до конца на времени не так много но нужно доигрывать я думаю что эту катку до конца нужно сейчас не отдавать зоны . уходят сейчас обратно их надо забирать ух какой страхер я попал вы видели это на прыжке вниз я попал этот страйкер хоть и там прошло 700 урона но это очень неплохо выглядело в какой-то вот этот страйкер конечно да этот подрыв на подрыв страйкер он конечно решает сейчас очень много моментов в свою пользу но я надеюсь что он все равно не выиграет этот бой в конечном итоге за счет того что я нанесу здесь как можно больше урона я удержу эту точку и мы что сделаем выиграем бой держим 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 были не не прожал аптечку 5 секунд до конца откатываются точки надеюсь что не проиграли есть победа но такая прям очень на тоненькая еще что-то подлагнула в конце катка как вы видите я так засмотрелся за счет 87 все-таки мы выиграли второе место дополнительные 6 звезд главное безусловно было в данном бою победы как вы видите страйкер не совсем однозначный прямо сейчас и может быть его не так можно круто и эффективно использовать но как вы видите резистов также от него нету и я все-таки спешу спешу немножечко пару десятков процентов невзятых очков еще на то что я на страйкере не играл довольно большое количество времени и возможно таки если бы я бы сейчас был бы форме на данной пушки и комфортно сейчас бы на ней себя чувствовал то я бы набил бы побольше бы опыт но так или иначе все равно получилось выиграть сегодня три боя два вторых места 1 1 главное что все у нас сегодня получилось вот такой вот видеоролик если он вам понравился то обязательно не забывайте прожимать лайки пишите в комментарии свои вооружения на которых вы хотели бы увидеть следующий видеоролик ну и также друзья не забыл не забывайте подписываться на канал потому что довольно большое количество игроков и зрителей смотрят данные видеоролики без подписки поэтому если у вас кнопочка подписаться горит красным сделайте ее серым и также не забывайте нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики ну и приходите на стримы которые проходят ежедневно в 22 часа по московскому времени у меня друзья на этом сегодня все спасибо вам за то что вы досмотрели данный видеоролик до конца всем пока